Приветствую всех на канале Лора Дэвис. Сегодня мы рассмотрим проект ИОН. В игрушки играют не только дети. Рада приветствовать вас уважаемые подписчики и гости блога. Всем известно, что игровая индустрия это колоссальный оборот денежных средств. Уже не то время, когда игровые программисты не принимались в расчет. Сейчас здесь можно заработать весьма неплохие гонорары и иметь приличную зарплату. Согласно общедоступной статистике, многие думают, что средняя стоимость игрушки для носимого устройства порядка 15 американских долларов. Корпорации, занимающиеся разработкой игр, на самом деле тратят огромные суммы на маркете. Так привлекаются новые потребители игровых приложений. А таких день набирается много, сотни тысяч. Войти в этот бизнес тяжело. Выход на устойчивые позиции требует затрат, денег, времени, работы. Проект ИОН нацелен на облегчение процесса вхождения в мир разработки игровых приложений. Здесь у нас опять распределенная система, благодаря которой разработчики смогут заявить о себе на первых порах. Потребители игровых продуктов тоже не останутся обделенными, так как платформа оснащена каталогами, в которых собраны продукты, то есть обладают поиском. Кроме того, здесь у нас и реферальная программа. Коллективы разработчиков могут применять внутреннюю монету в рамках системы для оплаты маркетинга, оплаты за ресурсы или услуги, продавать готовые игрушки, проводить акции, устанавливать скидки, давать бонусы. Технология проста и элегантна в своем исполнении, так что разработчиком игрушки может стать любой желающий программист, освоивший данную тему. В основе технология блокчейн. Даже для создания игр можно использовать эту технологию. Это уже инновация, но сейчас не об этом. Разработка игр на основе блокчейна. Huntercoins представляет собой инновацию в области создания игр. Год создания 2014. За счет распределенной структуры эта игра понравилась очень многим геймерам. Как только появился ATH, появились клоны, форки, новые разработки. Особенно интересна игра CryptoPunk. В ней потребителей привлекает бесплатность, прозрачность и безопасность. Первоначально написание игр осуществлялось при использовании первой версии блокчейна. Но это пока были сырыми продуктами. При появлении второй версии блокчейна наступил переломный момент. Появилась игра CryptoAlpaca. Здесь игровой мир был шире. Это уже мотивация пользователей дольше играть. Так как проект очень молодой, то сейчас у нас только три игрушки. Самая популярная CryptoAlpaca. В нее играют порядка двух сотен человек из сотни стран. Сравнивать с играми Play Market Android даже не стоит. Пока она слишком молодая. А игровая индустрия все больше раскручивается. Например, в прошлом году капитализация сферы игр составила 116 миллиардов долларов. Если вести продвижение игр таким образом, то потребуются двойные затраты на маркетинг на разных платформах. А это негативно отразится на бюджете разработчиков. Этот проект сфокусирован на том, чтобы сделать вхождение в мир разработки мобильных игр проще. Своего рода ниша, платформа для прыжка. Так как все действия осуществляются в этом инкубаторе. При классической раскрутке свыше 50 процентов средств расходуется на то, чтобы придать проекту движение. При использовании этой системы получается солидная экономия бюджета. При начале работы проект уже привлек около 5 миллионов американских долларов. Структура полностью прозрачна. Значит, можно видеть все действия команд разработчиков. Так как можно продвигать игровые продукты, рассчитанные по определенную целевую аудиторию с учетом интересов конечных потребителей. Применение блокчейна позволяет исключить риск утраты приватной информации за счет децентрализации. Так как блоки хранятся во многих местах, а это еще снижает издержки и функционирование платформы. В то же время, как при использовании централизованных платформ эти затраты высоки и не каждый коллектив разработчиков может их подтянуть. По скрипту данный материал опубликован для ознакомления и понимания сути проекта. Перед принятием решения об инвестировании советую вам более детально изучить техническую документацию проекта. Инвестиции в iSEO сопряжены с высокими рисками. Продолжение следует... Продолжение следует...